Привет. В первом слове игра, конечно. Ударений. Начнем с того, что я расскажу, что такое Badoo. Много раз уже все слышали, но вдруг кто-то не знает. Это самый большой дейтинг в мире. 390 миллионов зарегистрированных пользователей, 3000 серверов, 350 тысяч запросов на бэкэнд и около 600 серверов баз данных. Просто чтобы понимать. Это хайло, да? Но мы будем говорить не про хайло, а как платить деньги. За что Badoo в принципе выплачивает деньги? То есть основная модель монетизации – это собирать деньги с пользователей, но Badoo также выплачивает деньги по партнерской программе. Есть программа поиска уязвимостей, оплата работы модераторов. Также недавно совершенно новый сервис, который появился Badoo Live. И там мы вознаграждаем стримеров. А также существуют маленькие другие проекты, в рамках которых Badoo выплачивает деньги. И в рамках… И появилась задача, что нас попросили как-то автоматизировать эту выплату для начала на одном из небольших проектов. И вот тут надо рассказать, как эта задача попала, почему она ко мне попала, не в биллинг. Я работаю в Badoo уже 9 лет. Из них 7 лет в основном я занимаюсь проверкой концепций всяческих. То есть я в основном занимаюсь задачами, в которых скорость намного важнее качества. Бывает такое. И, соответственно, этот проект удовлетворял всем этим требованиям. То есть мы не знали, насколько этот проект будет востребован. И поэтому решили делать не отдельным, небольшим отделом биллинга, а непосредственно маленькой командой, которая занимается вот этими всеми пруфов-концептами. Когда мы начали изучать рынок выплат, мы обнаружили то, что существует огромное количество агрегаторов, которые позволяют принимать деньги различными способами. Но два года назад не было именно агрегаторов, которые выплачивают. То есть были агрегаторы, которые выплачивали в платежные системы, но нам нужно было выплачивать фиатные деньги, то есть реальные деньги пользователям на банковский счет и все это. И такой. Поэтому мы решили делать свой велосипед. Итак, условия. Здесь написано три пункта, что это должна быть популярная платежная система, должна быть возможность выплаты на банковский счет или на карту пользователю, а также возможность делать внутренние переводы в России, потому что в России переводы из-за рубежа – это очень большая головная боль для пользователей. И я подчеркну, этим трем условиям должна не одна система, была соответствовать, а нам нужно было интегрировать как можно меньше платежных систем, чтобы все эти три условия наша система уже обеспечивала. И мы остановили выбор свой на этих трех системах. Сейчас я расскажу, почему. Первая система – это PayPal с их Payout REST API. Здесь все понятно было. Это первый пункт. Это была самая популярная платежная система, в которой можно выплачивать. Вторая – два года назад. Это был совершенно новый стартап, который позволял делать переводы. Currency Cloud. Они позволяли делать банковские переводы почти по всем странам и почти во всех валютах. И сейчас они расширяются. И третий – это был Яндекс.Деньги. Их массовые выплаты, mass payments, которые позволяли делать переводы на банковский счет, карту, а также внутри системы Яндекс.Денег. Теперь поговорим про каждую систему в отдельности. Начнем с PayPal. Рассмотрим плюсы PayPal. Это очень хорошая документация. Действительно хорошо написана документация. За исключением маленьких. Дальше я в минусах расскажу. Огромное количество примеров. Просто огромное. Везде существуют. И библиотеки существуют как от самого вендора, от PayPal, так и на GitHub огромное количество. Тоже их существует. Очень много. Вы можете воспользоваться ими легко. Также у PayPal один из лучших сэндбоксов, которые я видел. Там есть возможность протестировать negative cases. То есть когда вы хотите протестировать, как вы обрабатываете ошибки, вы можете заранее в сэндбоксе сказать, что следующий запрос должен упасть такой-то ошибкой и протестировать, как это все будет работать. Нигде больше я таких сэндбоксов не видел. Из минусов. Поскольку PayPal одна из самых старых систем, то, видать, это издревле пошло, что у них разные API. То есть у них API для авторизации, API для выплат и API для получения количества денег на кошельках – это все три разные. Мне показалось это очень странно. То есть это не просто разные эндпоинты, на которые вы делаете запросы, они работают по-разному. Для кошельков там вообще SOAP, по-моему, чтобы протоколу SOAP надо общаться. У них прекрасная документация, в которой описаны ошибки, но не сказано, что с ними делать. То есть половину ошибок, много ошибок, которые проходили. Мы писали им, говорим, что это за ошибка. Они нам объясняют в отдельном письме, и мы уже дальше работаем с этой ошибкой. Также, как я уже сказал, что PayPal – это все же не прямые деньги пользователей, это деньги в системе в какой-то находятся. И некоторым это не нравится, потому что, чтобы их получить, надо еще какое-то действие сделать, чтобы вывести. Какие можно дать советы для работы с PayPal? E-mail – это основной идентификатор в PayPal. Не давайте пользователю вводить его, просто попросите пользователя авторизоваться с помощью PayPal. Вы получите точно корректный e-mail, который существует в системе, который привязан к пользователю, на который возможно сделать выплаты. Сейчас PayPal переключился, и они… Асинхронная обработка платежей. Что это значит? Вы добавляете платеж, делаете запрос, добавляете платеж в систему, и он находится в каком-то статусе, система его просто приняла. И потом вы с помощью запросов узнаете, что статус изменился, и как-то отслеживаете. То есть просто надо… Они недавно это переключили для всех, жестко сделали. Надо это помнить, когда вы работаете с PayPal. Вы не сможете… С помощью PayPal – это американская система, вы не сможете отправить деньги в Северную Корею, Судан. По-моему, в Крым нельзя еще отправлять. И, как я уже говорил про ошибки, вы должны будете их обрабатывать вручную. То есть старайтесь всегда автоматизировать все ошибки. Старайтесь автоматизировать, но в PayPal будут все равно ручные и очень странные ошибки, которые у них даже не описаны, бывают. Таким вот так. Перейдем к следующей системе – Currency Cloud. Это английский стартап, который, как я уже сказал, примерно два года назад стал более-менее известным. На основе этого стартапа работают несколько систем, которые для пользователей конечных переводят деньги. Например, Азима пользуется под капотом у него Currency Cloud. Плюсы Currency Cloud – это очень хорошая документация. Много, опять же, как примеров собственных, так и людьми написанных, сторонних, так и библиотеки. Я, честно, не изучал вопрос сторонних библиотек, но внутренние, вендоровские, отличные библиотеки, поэтому мы даже не смотрели его. И самый главный его плюс – в PayPal нет различия, юридическое лицо или частное лицо. Это просто аккаунт, в который ты переводишь деньги. Здесь же, поскольку это банковские переводы, переводы банковские переводы частным лицам и юридическим лицам во многих странах отличаются. И сделать просто перевод на юридическое достаточно проблематично, но перевод денег на юрлицу достаточно проблематично. Но Currency Cloud это позволяет, это было его огромным плюсом, потому что нам надо было их делать. Из минусов можно отметить то, что очень долгая регистрация для продакшена. У нас заняла… Мы зарегистрировались, получили демо-доступ, и два месяца нас проверяли о том, что мы хорошая компания. Это крупная компания Badun, но нас очень долго проверяли, что не отмываем ли мы деньги. Два месяца. У Currency Cloud тоже есть сэндбокс, но, например, в нем не происходит до конца платеж. То есть ты можешь только отправить платеж, и все, он остается в этом статусе, что принят с системой. Он не двигается дальше, у них есть планы, что они его доделают. Все-таки два года, молодая еще компания, может быть, доведут. И у них нельзя негатив кейсис проверить в сэндбоксе тоже. То есть просто платеж принимается, и на этом все. Из советов работы с Currency Cloud что можно выделить? Можно выделить у них хорошая система хуков. То есть в PayPal они тоже появились, поскольку асинхронная платежей, обработка платежей в PayPal, то у них есть хуки, когда ваш платеж меняет статус. Когда он переходит в статус ready to send, меняет статусы внутри системы, они могут хуками к вам обращаться. Но у PayPal огромный, огромный rate limit на запросы в минуту, и там его очень сложно достичь. В отличие от Currency Cloud, у которого 100 запросов в минуту, лимиты, и поэтому по возможности желательно использовать хуки для получения статусов. Когда у вас платеж меняет статусы, чтобы получать. Основных переводов в Currency Cloud два. Regular – это платеж внутри страны. И Priority – это обычный Swift перевод. Регулированный перевод, они дешевые, но во всех странах разные реквизиты, по которым вы можете посылать. Ну, например, для России это BIC, account number, BIC, номер счета, и фамилия, имя, отчество. Это минимальное счет, надо отправить. В Великобритании – это sort code и account number. Также фамилию надо отправить. В Америке – это ABBA number, Swift и account number. То есть они везде разные, понадобится больше работы для того, чтобы их реализовать, но зато они намного дешевле. Как я сказал, Priority – это обычные Swift переводы, у которых стандартно вам нужен Swift, и account number, и фамилия пользователя, и вы можете перевести. Еще, поскольку я уже сказал, что почти во всех валютах, но базовых валют в Currency Cloud 5, но в основном все пользуются тремя. Это английский фунт, евро и доллар. Но выплачивать можно во множество валют. Для этого надо эти валюты купить или обменять. И тут они почему-то реализовали очень странную вещь. Если вы запрашиваете без дополнительных параметров, просто я хочу обменять, то дата обмена у вас будет послезавтра всегда. И, соответственно, ваш платеж уйдет послезавтра, что достаточно долго. Но если перед этим сделать запрос на «а дай мне ближайшую дату обмена», то, скорее всего, это будет… не скорее всего, это в 99% случаев это будет сегодня. И вы отправите это намного быстрее, если вы будете этим пользоваться. Рассмотрим Яндекс.Деньги. Систему в России, которая была, которая нам нужна была. Это плюсы Яндекс.Денег. Это выплаты в рублях на банковский счет, карту, которую нам надо было сделать. И самый главный плюс, почему мы не смогли работать с Тиньковым и в точкой два года назад. Они не могли работать с иностранными компаниями. С Яндексом тоже было забавно. Они всегда требовали печать, а для английской фирмы печать не обязательно. Достаточно росписи руководителя. И поэтому мы каждый раз им пытались объяснить. У нас нет печати. Мы не ставим печати. Мы можем достаточно росписи. Но они требовали, и приходилось добавлять ее. Минусы. С Яндекс.Деньгами были самые большие проблемы с интеграцией. Во-первых, у них очень плохо написанная документация. Нету никаких примеров кода, библиотек. Я пример кода работы с MassPayments. То есть не Яндекс.Деньги, которые принимают или позволяют принимать оплату, а которые именно выводы. Я первый пример кода нашел. Это была статья на Хабре в Песочнице 2013 года, у которой там шесть прочтений было. То есть случайно абсолютно. Что еще очень сильно удивило, какие-то непонятные, маленькие, по дефолту маленькие лимиты в тестовом окружении. У нас был лимит около 10 тысяч, который мы первыми тремя транзакциями сразу у нас закончился. И после этого надо было писать письмо, договариваться с ними. Мы уже сделали лимиты меньше, чтобы выводы были, все такое. Но каждый раз, когда достигаете лимита, только письмом в поддержку, они увеличивают. Еще у них можно только со строго определенных IP обращаться к этим бэкэнду. Это во всех системах есть такая возможность, но она опциональна. То есть ты можешь это настроить. Но у Яндекс.Денег это было сделано по дефолту, опять же, только с определенных IP. И это доставило некоторые проблемы в том смысле, что у нас была забавная ситуация. Первоначально мы свой проект размещали не в Баду инфраструктуре, на другой инфраструктуре. И у нас переключался стейджинг, мы переключали на более крупный, и случайно упустили IP-шник. И потом мы два дня переписывались с Яндексом, чтобы поставить новый. Для тестового окружения могли бы сделать без этого. Ну ладно. И переводы. В этой системе можно сделать переводы только для физических лиц. На крайний случай индивидуальных предпринимателей. Но это про индивидуальных предпринимателей. У них даже нет ничего в документации. После переписки с ними выяснилось, что у них есть какое-то дополнительное поле, в которое можно передать ИНН. И тогда индивидуальному предпринимателю придут эти деньги на счет. Кто знает, в чем проблема этой картинки? Так точно. В Бердске, по-моему, эту улицу уже переименовали. Она сейчас стартовая называется. Но это вот здесь рядышком было. В этом адресе 106 символов названий улицы. В Яндексе максимум можно 100. И они требуют точное написание, как в документе. Соответственно, ты никак не попадаешь. Какие выходы? Выход только единственный. Это, опять же, вы заранее идентифицируете, что упользуете больше 100 символов. Можете заранее написать в Яндекс.Письмо. Но, скорее всего, они попросят вас провести сначала транзакцию, которая упадет. Потом вы им еще раз напишите. И после этого они скажут, все, мы поправили. Не знаю, они ифы, наверное, какие-то вставляют у себя, что типа иф, все, можно. А кто скажет, в чем проблема вот этого паспорта? Ну, кроме того, что это Жерар Депардье, он француз и держит российский паспорт. Так точно. Здесь нет отчества. Это очень большая проблема в российской банковской системе. Очень сложно завести пользователя без отчества. У нас на работе есть сотрудник Марка Кевац. Он даже выступал. У него нет отчества. У него сербский паспорт. И два месяца в Альфа-банке ему не могли завести счет. Просто у них система так написана, что надо было что-то как-то вставлять, а простые минусы не стали. У нас тоже были проблемы. Но, опять же, это не проблемы Яндекса, это банковской системы. Потому что мы в переписке с Яндексом, у нас была девушка без отчества. Мы пытались выплатить. Вместе с Яндексом ставили минусы, ставили пробелы, неразрывные пробелы. Все время та система назад возвращала. И единственный выход, который мы нашли, у нее был муж, и мы вывели деньги на паспорт мужа. Другого мы не нашли способа как это сделать. Иногда бывает, что вообще все правильно заполненный паспорт не проходит совершенно. Какой можно дать совет? Опять же, тут только переписка с Яндексом. Вы переписываетесь с Яндексом, говорите, они добавляют if, наверное. И паспорт начинает проходить. В отличие от первых двух систем, где стандартный REST API, и общение с endpoint идет по протоколу HTTPS, этого достаточно для защиты. В Яндексе они дополнительно сказали, что нет тела запроса, надо тоже шифровать. И они выдают сертификаты. Проблема всех сертификатов в чем бывает? В том, что вы не следите, когда они могут заэкспариться. Поэтому всегда надо следить. У нас тестовый сертификат заэкспарился. Хорошо, что продакшеновый был дольше. После этого мы все написали, все было отлично. И у них гораздо, у Яндекс.Денег гораздо, гораздо, гораздо меньше лимиты на пересылку. Например, внутри Яндекс.Денег, 15 тысяч перевод, но это опять же связано с банковским законодательством, что неавторизированным пользователям больше 15 тысяч переводить нельзя. И у них еще была забавная система до этого. Если ты переводишь на Яндекс.Кошелек, и ты переводишь больше 15 тысяч, то они 15 тысяч принимают, добивают кошелек до максимума, а остальные деньги где-то повисают в их системе. И они висят до тех пор, пока пользователь не снимет эти 15 тысяч, и они вроде как должны дальше ему долить на счет. Но почему-то эта система не очень корректно работала, не обижая Яндекс.Деньги. Мы несколько раз, мы с ними переписывались несколько раз, в конце концов они изменили эту систему, они сделали так, что если вы пытаетесь перевести больше 15 тысяч, вам просто придет ошибка. Это лучше, чем ждать непонятные деньги и потом пытаться их возвращать. От частных платежных систем я расскажу, с какими еще ошибками мы столкнулись, когда… ошибками или полезными советами, когда мы эти системы интегрировали. Итак, не старай… Не знаю, сделайте так, что не запускайте тесты с продакшен окружением. Это не значит, что не запускайте тесты на продакшене. Не только это. Продакшен окружение может быть на девеле. Просто как можно себя обезопасить? Во-первых, договориться о том, что только… ну, поставить настройку, что только с определенных IP на продакшен окружение можно ходить. Дополнительно поставить в юнит-тестах какой-нибудь ив, что если приходят такие креденшалы, не выполнять ничего. В-третьих, для тестов не нужны огромные суммы, уменьшите их как можно больше. Само собой это написано красным, потому что мы запустили. Мы запустили тесты. Слава богу, один аккаунт, это был аккаунт разработчика, и разработчик себе вывел денег, но вернул спокойно в компанию. А второй нам нужен был какой-то зарубежный счет. Мы начали гуглить. И что первое… Ну, кто реквизиты в первую очередь пишет? Благотворительные компании. Ну, Баду сказала, что мы поучаствовали в благотворительности. Отдали деньги. Наша конференция называется Highload. Я рассказываю абсолютно не про хайлоадные вещи. И когда мы переключились с хайлоада на наши платежные системы, где в 10 минут один запрос человек генерит, на вывод денег, иногда мозг начинает лениться, и ты забываешь, что, возможно, рейс-кондишены, и что один пользователь может нажать кнопку два раза. Нужно защищаться от этого. Нужно не забывать про это. Расставляйте локи. Используйте локи, когда работаете с деньгами. Это полезно. Когда пользователь запрашивает деньги на вывод, он ожидает, что платеж уже пройдет. Но перед этим он вводит какие-то свои данные, паспортные, все такое. Все системы практически, кроме Яндекса, опять же, позволяют проверить, завалидировать данные до того, как вы начнете вывод. Поэтому самый лучший вариант пользователю сообщить об ошибке, не когда он выводит деньги, а когда он вводит данные. Это надо делать заранее. Еще тоже одна из проблем в том, что обычно в системе одна какая-то валюта, ну, максимум две-три. Но пользователи часто запрашивают деньги в разных валютах выводить. Поэтому нужно держать внутренние курсы валют у себя, откуда-то их доставать, по возможности конвертировать. И самое главное, что вы должны показывать пользователю, именно ту сумму, которую он получит на счет. То есть вы показываете, что он выводит 100 долларов по курсу 62 рубля и получит 6200. То есть он должен это понимать, чтобы потом это не возникало вопросов, что такое, почему так произошло. Также вы должны мониторить свои кошельки. Все системы, опять же, позволяют получить остаток денег на счету. Самое главное, что если вы пишете систему, которая выплачивает пользователям деньги, обычно деньги лежат на счете какое-то время. То есть вы знаете, что вы этому пользователю через две недели должны будете заплатить какую-то сумму. Нужно уметь прогнозировать это, чтобы пользователи всегда могли снять. Прогнозируйте, и это будет замечательно. Еще учитывайте, что деньги во все системы зачисляются с задержкой. То есть 2-3 дня. Даже если вы сегодня перевели, то, скорее всего, это послезавтра будет на счету. Соответственно, это тоже надо учитывать, когда вы пишете систему для того, чтобы защищаться. Для того, чтобы пользователи могли нормально выводить и не расстраиваться. Любой платеж, любой платеж всегда может вернуться. Даже если система написала, что он успешно проведен, он может вернуться. Поэтому нужно всегда следить, никогда не бросать следить за платежами. Всегда нужно, всегда за ними следить до конца, до самого. Проблема в том, что у тебя нет так называемого конца. Ты не знаешь, когда пользователь физически забрал эти деньги. То есть, когда они вот ему упали на счет, у тебя нет финального статуса. Поэтому ты мониторишь всегда и с этими статусами транзакции. Самое долгое у нас, например, PayPal один счет вернулся через 2 месяца. Мы удивились, почему пользователю как бы не волновался и не писал. Но вот через 2 месяца нам вернулся платеж. В Currency Cloud было 2 недели. Через 2 недели вернулся из Яндекса. Самый долгий был неделя. Вот здесь Яндекс выиграл. К тому же вы должны, как я уже писал, вы должны быть готовы к разборам ошибок и сообщать пользователю, в чем была ошибка. То есть, что эта ошибка была в написании чего-то, или он неправильно IBAN указал, или он где-то описался. Чем вы информативнее сообщите пользователю, тем он меньше будет нервничать, тем он лучше получит, больше будет рад получить эти деньги и вашей системе будет рад. Самый главный кадр. Дружите с бухгалтерией. Эти люди выплачивают деньги уже очень долгое время. Очень долгое. Они знают об этом очень много. Когда мы через полгода сидели радостные, что у нас все работает, к нам пришли бухгалтеры и говорят, а дайте-ка нам, пожалуйста, выписку, как вы что, все проходили, все платежи. Мы поняли, что что-то мы делали не так. Когда мы начали реализовывать выгрузку для них данных, чем вы раньше начнете работать с бухгалтерией, тем лучше. Они вам могут многое что подсказать. Это одни из немногих пунктов. И, конечно, последний пункт — это очень веселые люди на всех вечеринках. Бухгалтера — очень веселые люди. В принципе, это был такой рассказ выжившего, который что-то сделал на проекте. Никаких больших хайловодов здесь не было. Я уже показал, что этот. Я могу отвечать на вопросы. Еще для начала могу сказать, что как вы думаете, легко ли перевести деньги греку в норвежский банк, а в Норвегии кроны, в евро? На самом деле ничего сложного в этом нет. Но просто вы должны быть готовы к таким запросам. А теперь я готов ответить на вопросы. Вот, пожалуйста. А где микрофон? Спасибо за доклад. У меня немножко провокационный вопрос. Сейчас на дворе 2018 год. Нет ли у вас желания забыть про банки, паспорта, фамилии, греков, Яндекс и добавить опцию оплаты криптой, там, не знаю, лайткоином, декэшем? Да. Это было первое решение, которое мы хотели реализовать. Это великолепно. Но на том конкретном проекте конечные пользователи, которые получали, они не могли банковские данные ввести свои. И не только банковские данные не могли ввести, они не понимали, как вообще заполнять. Поэтому объяснять им, как завести криптокошелек и как на него получать, это было намного сложнее. Первое, что мы рассматривали, это было выплата в криптовалютах. Но начальство сказало, что нет, это тот контингент пользователей, которым нельзя. Вот это было. Пожалуйста, там сзади. Самый последний ряд. Спасибо за замечательный доклад. Очень приятно было слушать. Вот предыдущему товарищу замечу, что он с криптовалютами ровно то же самое. И хочу поинтересоваться, а на какой платформе вы все это реализовали? Потому что реализовать все это нужно надежно и без ошибок, без сбоев. Спасибо. Как я уже говорил, что я в основном работаю над пруфов-концептами. И платформой у нас… Это был даже не движок Badoo. Это был даже не на инфраструктуре Badoo. Мы делали на… Наверное, это можно сказать. Мы делали первоначально это на АВС. На амазоновских серверах под капотом был Badoo. То есть это был PHP, MySQL. Если кому интересно, это был фреймворк Laravel даже. Конкретно. То есть там не было такого… У нас основная задача была в том, что нужна была скорость. Нам нужно это было сделать… Мы этот проект за… По-моему, за два месяца… Нет. За месяц сделали, и через два месяца он в продакшене был. То есть месяц мы его тестировали. Выплата. Если вы это имели в виду. На первом ряду молодой человек. Юрий Настреддинов, докладчик. Юрий, спасибо за доклад. Был тоже интересный. Здравствуйте, Антон. Спасибо большое за доклад. Скажите просто, если не секрет, сколько вы на благотворительность в итоге перевели? Это самый провокационный вопрос. Эта сумма была больше ста фунтов, но меньше тысячи. Но это была благотворительность. И я так понял, что Бадус мог это провести сумму как благотворительность, наверное. Да. На нашем проекте. Еще вопросы? Если что, я здесь в кулуарах могу подойти, пошутить шутки, рассказать про Баду и все такое, это без проблем. Но можно на 15 минут пораньше и на обед пойти. Без перерыва. Спасибо. Прекрасная публика. Спасибо. Спасибо. Спасибо.